Высокая. Как я вам скажу? Понял. В там музей. Вот этот музей. Школа, не знаю, не знаю. Это новое здание. И вот так мы заезжаем в Душамбе. Как раз через здание, через новое здание правительства. Вот просто такой город, белоснежный красавец. С огромными, огромезными деревьями. Просто город-сад. Вот просто Душамбе город-сад. Вот здесь марш шосс проходит. И еще раз. Место проведения шосса. Здоровье. Вот такие сотрудники шосса еще не все выходят. Это туристы или это сотрудники? Нет, это школьники. А это школа у вас такая? Да, у нас школа. Это у вас девочки и мальчики вот так где-то по-разному, да? Ничего себе, какая красота. И вот она, просто фундаментальная лестница, просто фундаментальной постройки. Кохиноврус. Вот это новое дерево. Что я назову их, не знаю. Магнолия. И у вас тут магнолия, да. А давайте медленно, ага. И вот такая красота вся обсажена магнолиями. А будут белые цветы. Когда подрастут, будут белые пионы. А он уже пионы есть, раскроется. Будет красиво. Да, парк все хорошо. И еще раз. Заведение, в котором проходят шоссы. Евразийские саммиты. Они проходят вот в таких восточных дворцах. Не больше, не меньше. В дворцах Шахерезады. Видимо, свои саммиты тут раньше Шахерезада проводила. А теперь проводят Евразию. Персидские дворцы, конечно, поражают своим великолепием и разнообразием. В конце концов, это бывший СССР. В конце концов, это современная СНГ. Не часто на просторах СНГ встретишь подобные монументальные сооружения. Даже правительственного толка. Не говоря о частных и некоммерческих. Так что очень интересно посмотреть, что происходит у наших ближайших соседей. По Бывшему Союзу. Прекрасные архитектурные ансамбли. Конечно же, продолжаются прекрасными архитектурными парками. К сожалению, фонтаны не активны. Активничают только для президентов. Но все равно все это очень интересно. Так. СНГ столица Таджикистана. Официальное население по Википедии в районе 800 тысяч человек. Как ни странно, совсем немного. Хотя местные уверяют, что, конечно же, проживает миллион. А с приезжими, туристами, рабочими и так далее, и так далее, переселенцами, агломерация полтора миллиона. То есть местные уверяют, что город реально больше. То есть реальная агломерация с пригородами полтора миллиона. Но еще раз. Официальная перепись по Википедии. Постоянного населения 800 тысяч. Поэтому, как по мне, совсем неплохие дворцы для города с населением 800 тысяч. А просто совсем неплохо. И так выглядят местные девушки. Вот такие красавицы. В таких платках, расшитых, разодетых. Кто-то придерживается строгих, черных платков, черная одежда. Кто-то придерживается золотом, расшитых, расписанных. В сережках, в браслетах, в украшениях, в камнях, в бриллиантах. То есть стили самые разные, но сводятся здесь к шику. К блеску, к золоту, к бриллиантам, к яркости. То есть это не черная паранжа. Это как парадные платья невест на свадьбу. Как в индийских фильмах. В эту сторону идет. Как индия стайла. И все это великолепие окружает вот такие вот озера. Вот такие озера. То есть город, конечно, не в пустыне, но находится в жарком климате. Окруженный практически выжженными горами. Поэтому с водой, конечно же, дефицит. Но тем не менее, вокруг этих построек есть вода, есть озера. То есть поддерживается водный баланс. То есть сделаем вывод, что в Душанбе, как в Греции, есть все. Все для людей. Полиции пока не видно. Вот это служба связи национальному. И такая просто открывается парка. Знамя венчает купол Мэрию. Мэрия совсем не низенькая. Практически небоскреб. И все, как сказал поэта, обустроен целый парк. Целый парк одноименного поэта. Тоже парк с поэтом. Поэт изображен на пяти. Банкноты, денежки. Одно лицо. Вот так. Национальная стела Аблик страны. Конечно же, рядом с президентским дворцом. Конечно же, дворец находится в этом же парке. Сейчас покажем его верхушечке. Верхушке. Потому что, конечно же, на дворец заехать мы не можем. И снять его толково не можем. Поэтому покажем на расстоянии. Закрытая сторона. Жесткие законы, жесткие правила. Оставание похоже. Наставание стела независимости на Майдане, Киев. Сходство есть. И обещанный дворец президента. Золотых куполам. Вот так это выглядит. Это ансамбль на расстоянии. И вот такой проспект по направлению к арке Сомани. Центральная дорога. Центральная дорога к основателю. Вот отсюда уходит наш лидер нации. Вот этот прекрасный проспект освещает путь лидера нации. Мостокрасота неземная. И удача. Центральные ворота в Белый дом. Просто не проспекты, а произведения искусства. Не аллея. А красота внеземная. Еще раз. Ворота на президентские апартаменты. И вот такая красота в городе. Это чудесный забор. Это забором мэрии. Так выглядит мэрия. А вот так выглядит Министерство финансов. Видимо, у Министерства финансов все хорошо. Роман Сахилов. Просто красота. Все хорошо. В этом городе с финансами. И министерствами. Клиника, да? Клиника. У вас, конечно, и клиники, как дворцы, поэтому... Поэтому, думаю, все хорошо. С клиниками тоже. И вот такая новая застройка. Красота, качество, да, идеальна. Все тоже высокое вертикальное соплинение. Синий цвет застекла. Светлый цвет домов. Сибиря, очень красивый. Клиник, да. Третий цвет домов. Клиника, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем? Говорят, по ночам этот проспект просто Дубай, а подсветка просто нереальна. Небоскребы национального банка. Вот такой национальный банк. И пошел просто жилой комплекс. Если кто-то подумает, что это просто дворец, нет. Это просто жилой комплекс. Который будет здесь дворец. Вот здесь строят гостица шоу-палас. Вот здесь. Вот наш левчонок. Малышки-малышки здесь. Извини. Вид на национальную библиотеку, государство также плавно переходит на эту золоченую арку, который стоит и находится основатель Самани. Самани это имя человека. Имя национального героя. И все то же самое. Шикарные парки, шикарные арки. Красота, позолото, солнце. Вот это здание, которое лежит большой. Угу. Задето связи. Вот это. Это нацбанк. Нацбанк, да. Здание связи. Портмыв граничит со зданием нацбанка. Видать, друзья, решили создать корпорацию связи и нацбанка. А чтоб не далеко было ходить друг в гости. Нацбанк, это вот это голубое здание, это оно? Не, вот это. Здесь. А, напротив, я понял. Три башни, близнецы, красавцы. Три башни, 같습니다. Воздувать, да. Минем, клятся. Поро, да. Минем, мистер. Поро, да. Воздувать. Это ваша известная Чехана, это еще старая, это еще старая Чехана Эрдхаб, еще при Союзе. Там пушки. Сказали, нет, у нас много. Две дороги, просто уйдет с осенью. Ну да. И такая новая громезная мечеть, построена саудитами, саудитами Саудовской Аравии построены. Ну говорят, почему-то она готовая, но не запущенная. Призошел какой-то конфликт или не сдача. Застройщики ее что-то не приняли, принимающая сторона, что-то ее не открывает. Хотя готовность стопроцентная. То есть как бы все хорошо уже. Целое семейство маленьких куполочков. Рядом с самым большим, главным папой, куполом. Да, пылучка прибивает, конечно же, все. Детки. Уполочки. И горы, иранские горы. И афганские, практически. И вот так это просматривается все с высоты еще раз. Все до кучи. Саудитовская мечеть. Арабская язь. С маленькими детскими куполочками. Красота внеземная. И вот она красавица еще раз. Вся наяву. Ну, конечно, немножко президента сейчас. Вот так. Вот так, немножко президента. И немножко красоты. По-арабски. В саудитской. Саудита строили. Главный вход. Парка. Прямо горненькие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть студентов нет, все ушли домой, но их заведение светится, оно выделено, оно превознесено как бы над городским ландшафтом. Поэтому любому студенту приятно, особенно который проезжает вечерочком или в ночное время мимо своего medical university. Продолжение следует... Ай-яй-яй, ну и конечно же барельеф и знаменитых людей. И не только барельеф, а кто за крови срост... Продолжение следует... А пусть тоже будут в кадре, да? Для полноты картины. Да, вот это хорошо, вот это мне нравится. Можно ниже держать, потому что там иметь цели. Угу. И апартаменты президента. Дворец главы государства. Тоже красота внеземная. Но, кстати, приближаться нельзя, это максимум состоялось по стаменту государственного герба. А все, что ближе, все закрыто, все за забором, все за парком, все отцеплено. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще раз. Государственный герб страны со звездами. Звездный венец. Где, который приватизировал Евросоюз. Звездный круг и звездный венец. Национальный герой. Герой за независимость. Герой основатель. Сам они. Педестал ему. Арка ему. Вот он, символ. Независимости и государственности. Да, тоже со звездами. Практически Евросоюз. А величественное произведение искусства. Просто, действительно, произведение искусства. Академия. 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 Столько хожу вокруг нее, просто не могу расстаться с этой композицией. С этими восточными мотивами. Красавица национальная библиотека Видите, уже разбежалась, да? Там есть такая библиотека Да, я же помню, стояли здесь Как тебе библиотека? Ага, в такую я бы ходил Чуть? Да, я думаю, даже при том, место интернета Там очень слабый Он только зайдет Ага 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И будущий мавзолей практически уже готовый, уже с подсветкой И будущий мавзолей при жизни действующего президента А в мавзолее будут его родственники и будет сам, собственной персоной А в реальном смысле готовится при жизни мавзолей Мавзолей для действующего президента Окружение таких интересных спортивных сооружений Это все, это все спортивные сооружения И вот он будущий, практически законченный уже проект мавзолея, ну практически Все правительственное, все значимое строится очень быстро в Средней Азии Дышим бы, в том числе, поэтому местные говорят, что проект будет завершен реально через месяц Я думаю, в других странах, если бы такое обостроено тысячу лет, а там где-то реально обостроилось бы Ну точно не за несколько месяцев Вот уже такая усыпальница, мавзолей, саркофаг Можно назвать как угодно Храм-усыпальница Уже практически даже с подсветкой Даже уже работает по ночам Вот так Душамбе Душамбе умеет удивлять И при том приятно Бай-бай сити, бай-бай город Бай-бай Аджикистан Ждем теперь тебя в гости